Дагестан туристический Своевременная диагностика Главная в борьбе с тяжелым недугом В Махачкалу приехали ведущие российские специалисты в области онкологии Бывает и такое, что клубника на весу растет О новой методике выращивания неземной ягоды расскажем в конце выпуска Здравствуйте, это программа «Итоги» на канале ННТ Меня зовут Магомед Магомедов О наиболее заметных событиях в минувшей неделе расскажем прямо сейчас На неделе состоялась 11-я сессия Народного собрания Республики Дагестан В ходе которой парламентарии рассмотрели более 20 вопросов А также в рамках муниципального часа заслушали доклад мэра Махачкалы Салмана Дадаева Выступления городоначальника и его ответы на вопросы из зала Стали главными в повестке дня очередного заседания регионального парламента Продолжение темы сюжет Ларианы Шамхалаевой Публичной порки не получилось Ожидания недоброжелателей столичного городоначальника не сбылись Более часа Дадаев выступал с трибуной И почти столько же времени с этой же трибуны отвечал на вопросы из зала А их, к слову, было немало От проблем незаконных строек до реконструкции проспекта Шамиля Оказалось, она будет, но не в таком варианте, как бы всем хотелось И на это есть свои причины По проспекту Шамиля, да, это серьезный вопрос Мы уже приступили было к его реализации Но проектирование показало серьезные проблемы В связи с тем, что вдоль проспекта Шамиля, справа и слева, они полностью застроены И у нас больше средств, чем на строительство, на реконструкцию Шамиля Уйдет на демонтаж и выкуп этих объектов Для того, чтобы смогли реализовать Если проект санстроил 3 миллиарда, 8 миллиардов Ну, еще 5 миллиардов было необходимо для выкупа земельных участков и оксов Поэтому мы пошли по другому пути Мы сначала развернули большие Мы понимали, что эти деньги нам не дадут Мы развернули судебную работу У нас уже по 30 объектам имеются вступившие в законную силу решения суда По сносить этих объектов Там большая часть этих торговых центров без единого документа функционируют Будем их демонтировать После того, как площадку для передачи строительства Мы уже потом в рамках нацпроекта должны будет еще уложиться В течение года у нас будет неосвоение Сначала реализуем, освободим, потом приступим Но для того, чтобы начать реконструкцию Шамиля Необходимо сначала сделать два объезда Хушетский и Северный Если с реконструкцией проспекта Шамиля ситуация понятна То с собираемостью налогов в Махачкале Дело обстоит из рук вон плохо По словам Дадаева, Федеральная налоговая служба работает неэффективно Более того, он подчеркнул необходимость создания Отдельной межведомственной группы По работе с налогоплательщиками И попросил депутатов оказать в этом вопросе содействие Очень хотелось бы вашей поддержки Я хотел бы, чтобы в постановлении, которое выйдет по результатам нашей сегодняшней встречи Этот вопрос был именно одним из ключевых Создание временной какой-то группы На базе соответствующего комитета Создание депутатской группы Исключением туда и представителя правительства И соответственно мэрии Мы точно по каждому участку предоставим информацию И посмотрим, каким образом тогда налоговая будет вертываться от этого Потому что нам они среди не дают Ни сверху не дают Ни сверху по поданным исковым заявлениям Судебным приказам Не то, что они направили у ФССП, не дают Каким образом тогда мы должны оказывать содействие Они все время про это говорят Видимо налоги за них собрать Как я уже сказал, мы к этому, наверное, придем Ежегодно Минвежественная комиссия При Министерстве экономического и территориального развития Республики Дагестан Определяет налоговый потенциал города Мы считаем, что налоговый потенциал города Значительно превышает установленная комиссия размер Но даже тот минимальный налоговый потенциал Который устанавливает МВК Не согласовывается у ФНС Аргументируем тем, что якобы завышенный Налоговый орган всегда ищет доводы О невозможности увеличения сборов Практически по всем источникам налоговых доходов Выражает несогласие установленную Минвежественную комиссию Это, видимо, происки налоговой Это вопрос я тоже хотел обозначить как проблемный Реконструкцию улицы Коркмасова О которой в последнее время говорят все Или почти все Дадаев сумел преподнести как победу Современного подхода к благоустройству Городских территорий Над привычным шаблонным отношением К проблемам урбанистики Все ради комфорта горожан Пробок со временем не будет А будет рай для пешеходов и велосипедистов Хотелось бы сразу пояснить Что данное решение продиктовано Необходимость вмешательства Сложившейся транспортной ситуации Которая из-за наплыва транспорта А также практики паркования в два ряда Практически утратила пропускную способность И дальнейшее откладывание решения этого вопроса По данной улице Грозило уже транспортным коллаксом И поэтому изучив практику других городов Практически все основы урбанистики Принимаем таких По решениям которые принимаются в таких случаях Никакие расширения дорог Не способствуют увеличению трафика Потому что это Вызывает так называемый Спровоцированный спрос Это первый класс урбанистики И все знают Если мы где-то расширяем дорогу Это приводит к тому Что все автомобилисты стремятся туда Понимаем что там можно проехать И упирается именно в то бутылочное горлышко Где это расширение заканчивается И эта практика после реализации многими городами Она признана неэффективной И от нее отказались Поэтому пришлось вернуться к тому опытам Который я получил в Москве Когда мы расширяли тротуары Заужали проезжую часть В результате автомобилисты на эти улицы Старались не попадать, а объезжать А для пешеходов были созданы Наиболее благоприятные условия Были и неудобные вопросы В частности о продолжающихся в городе застройках Но и здесь мэр Махачкалы не растерялся И был убедителен, подчеркнув Что за период более трех лет Администрации было выдано всего 11 разрешений На строительство многоквартирных домов Шесть из которых на основании решений суда А по якобы имеющимся у некоторых коллег Фактам коррупционных проявлений в мэрии Дадаев посоветовал информированным Об этом депутатам обратиться в соответствующие органы Лариана Шамхалаева, Магомед Магомедов Новости ННТ Махачкала На неделе в Дагестан с рабочим визитом Прибыла руководитель Ростуризма Зарина Дугузова В составе правительственной делегации Она посетила ряд крупных инвестиционных проектов И объектов, реализующихся В настоящее время в республике В их числе комплексы Главрыба И КВХ Янтарная Классно вписывается в ландшафт Извиняюсь, просто очень много обсуждали В общем-то и гостиницы бы строились С учетом именно местного национального Мы живем в горах Это очень просто Есть еще вот такое интересное Канкин Туристический объект НОХО Представляющий собой три пещеры Соединяющиеся подвесным мостом Расположенным на высоте 60 метров Над рекой Сулак По словам федерального чиновника Объект имеет все шансы Стать одной из точек притяжения Туристов в регионе Далее делегация посетила Черкесскую ГЭС Являющейся крупнейшей гидроэлектростанцией Северного Кавказа И обладающей самой высокой Арочной полотины в России Впервые объект открылся для туристов В апреле прошлого года Итогом рабочего визита Зариной Дугузовой Стала встреча с главой Дагестана Сергеем Меликом В ходе которой было подписано Трехстороннее соглашение О сотрудничестве между Республикой, Ростуризмом И федеральным туроператором Вы знаете прекрасно Насколько сегодня востребованы Туристические объекты Маршруты Дагестана В общем-то это было заметно Уже в прошлом году В этом году Привлекательность Дагестана Стала еще больше И подписано сегодня соглашение Прежде всего направлено на то Что мы получаем возможность Использовать чартерные туры Которые включают не только Перевозку туристов Но и организацию Экскурсионных поездок Перевозок по Дагестану Размещение людей в Дагестане И соответственно оказание Других видов услуг В туристической сфере Всем кто этими турами Может воспользоваться Особенно важно то Что у нас Вот для Именно эти чартерные туры Становятся востребованными Среди людей С средним достатком То есть среди тех людей Которые на сегодняшний день Предпочитают Такой отдых бюджетный У нас сейчас Дагестан как раз На середину лета Готовит большую заявку На софинансирование Таких общественных Предпринимательских инициатив Это поддержка Малого среднего бизнеса На реализацию Как раз вот таких Туристических проектов Которых мы с вами говорили Об устройстве маршрутов Дроп Всем необходимым А также кемпингов Автокемпингов По модульным гостиницам Дагестан В числе немногих регионов Которые у нас в этом году Впервые в этой программе Участвуют Это вообще совершенно новый проект 150 миллионов финансирования Дагестан получил И 500 номеров В этом году уже будет создано Я подчеркну Что Дагестан Среди 19 регионов Которые в этом Пока еще Таком можно сказать Пилотном проекте У нас участвуют И также Мы вместе с республикой Готовится еще заявка На туристическое обустройство Центра Дербента Тоже порядка 250 миллионов рублей Можно получить На такое туристическое Обустройство Дербента И эта заявка Тоже сейчас Регионам готовится И еще очень важный момент Сегодня Мы много про это говорили Очень не хватает Особенно на побережье Качественных Современных Гостиниц Которые готовы Оказывать услуги На самом высоком уровне Для и местных туристов И для приезжих туристов Говорить о том Что в сфере осуществления Гозакупок Наведен порядок И коррупционные проявления Сведены к минимуму Пока не приходится Об этом заявил Сергей Мельков На заседании комиссии По противодействию коррупции В регионе По словам главы Дагестана Основная задача Работы в указанном направлении Выстроить Стройную систему Эффективного И своевременного Освоения средств Выделяемых для этих целей Стабильное функционирование Сферы закупок Может способствовать Развитию экономики Стимулировать Предпринимательскую деятельность Но самое главное Эффективные закупки Позволяют Обеспечивать Повышение уровня И качества жизни Людей И решать Наболевшие Социальные проблемы Нам нужно выстроить систему так Чтобы подобных эксцессов Было меньше Чтобы государственные средства Расходовались эффективно По назначению И самое главное В срок То есть должны быть четко Определены правила По которым Эти закупки Осуществляются В каждом ведомстве В каждом муниципалитете Второе Это обеспечение Широким внедрением Современных технологий Прозрачности И оперативности Процедур Прозрачности И оперативности Этих процедур Для всех причем Потому что Такая прозрачность И публичность Она По своему характеру Становится Уже препятствием Для различного Рода коррупционных Проявлений Ну и безусловно Усиление контроля За всеми этапами Онкопатруль Прибыл в Дагестан Наша республика Стала 16 регионом Где проходит Российская масштабная акция Эффективность которой Заключается В предоставлении Возможности Сотрудникам предприятий Проверить свое здоровье Без отрыва От производства Бригада ведущих Специалистов России В течение пяти дней Занималась Обследованием граждан А также провела Ряд успешных операций Подробнее в сюжете По теме от Ханаповой Не надо бояться Прийти на прием Об этом единогласно Говорят все врачи Цель всероссийской акции Изменить отношение граждан К профилактике Онкозаболеваний Кроме того Приезд ведущих Специалистов страны Это хорошая возможность Для местных врачей Получить новый опыт Каждый приезд Специалистов Федерального центра Это большое событие И не только С точки зрения Совершенствования Наших специалистов Но еще и большое Поспорье В том, чтобы Не будет Необходимости Выезда Наших пациентов За пределы республики В первый день акции Прошли диагностику Почти 800 работников Завода Дагдизель На акцию Онкопатруль Они пришли дружно Как на смену Потому что знают Это нужно Прежде всего Им самим Кроме того Федеральные врачи Провели совместно С местными онкологами Уже несколько Сложных Уникальных операций Предварительно Запланировано 10 крупных Реконструктивно-пластических Вмешательств Но Количество пациентов Варьируется В зависимости от того Что У наших коллег Есть желание Прооперировать И гораздо большее Число пациентов Мы будем использовать Новые современные Методики Которыми Постараемся Обучить наших коллег Для того Чтобы они смогли Универсально Применять их В своей рутинной практике Медицинские обследования Обучающие семинары Мастер-классы Встречи со студентами Показательные операции Большая группа Ведущих Специалистов Во главе С главным онкологом Минздрава Проведет у нас 5 интенсивных дней Сегодня Республика Занимает Не самые худшие Позиции По выявляемости И Пятилетней выживаемости По Привыявлению Онкологических Заболеваний Наше оборудование В онкологическом центре Сейчас позволяет Выполнять Все эти оперативные Минсайства В онкологический центр На протяжении Трех лет Закупалось Все необходимое Медицинское оборудование В рамках реализации Национального проекта Борьба С онкологическими Заболеваниями Чем раньше Выявлена болезнь Тем оптимистичнее прогноз Своевременная диагностика Самое эффективное оружие В борьбе С онкологическими Заболеваниями Патимат Канна Павамурат Бекбарзов Новости ННТ Каспийск В Дагестане Прошлись Вулканские соревнования По пожарно-спасательному спорту В течение двух дней Огнеборцы Разных подразделений МЧС региона Демонстрировали Свои навыки По тушению пожара И спасению пострадавших Подведение Итого Двух соревновательных дней Прошло На стадионе Имени Симбаева Махачкале Торжественной церемонии Награждения Победителей Приняла участие И наша съемочная группа Слово Кариму Даниеву Полоса с препятствиями Подъем по штурмовой лестнице На четвертый этаж Боевое развертывание И пожарная эстафета Здесь нет легких задач На каждом этапе соревнований По пожарно-прикладному спорту Спасатели выкладываются по полной В соревнованиях принимали участие 15 команд Они представляли Разные пожарные части МЧС республики Хочется отметить Важность проведения соревнований И подготовку Спортсменов к ним Данные соревнования Развивают не только Физическую подготовку Но и морально-волевые качества И коллективизм Так необходимы В нашей работе По итогам соревновательных дней Прошла торжественная церемония Награждения победителей Почетное первое место Завоевала команда Специализированной Пожарной спасательной части Махачкалы На втором и третьем месте Команды пожарных частей Номер восемь и номер семь Победителей и призеров Наградили кубками, медалями И грамотами От главного управления МЧС по республике На мероприятии Вы все первые Бывайте в тех случаях Когда людям нужна помощь За это вам огромное спасибо За ваш труд За ваше понимание В завершение соревнования Ученики столичных школ Представили концертно-патриотическую программу Карим Данив, Мурат Бекбарзов Новости ННТ, Махачкала На неделе в республике Стартовал основной период Государственной аттестации В числе первых экзаменационных предметов География, литература и химия Их сдавали около 4000 человек Планирующих поступить На соответствующее направление в ВУЗе Сдавать ЕГЭ 11-классники Будут с 26 мая по 2 июля Для проведения экзаменов В республике задействовано 53 пункта Всего в этом году Итоговую аттестацию В Дагестане пройдут 14 тысяч школьников Аэропоника от древнегреческого Воздух плюс труд Это процесс выращивания растений В воздушной среде Без использования почвы При котором питательные вещества К корням растений Доставляются в виде аэрозоля Вот уже несколько лет Этот уникальный способ Практикуют энтузиаст из Дагестана Руслан Умалатов Который таким образом Выращивает клубнику О том, как это выглядит на деле И какой вкус приобретают Неземные ягоды Узнавал Патимат Ханапова Железные трубы вместо грядок Паралоновые губки вместо грунта Так клубнику еще никто не выращивал Руслан говорит Идти по легкому Уже растоптанному пути Не его Садовод-экспериментатор Узнал о новом методе 8 лет назад И начал его изучать Аэропоника Это система Которая позволяет Растениям обходиться Без почвы Полезные вещества Подаются по таким трубам Никакого опрыскивания Химикатами И никакого полива Все питание Это минеральные соли Питательные растворы Добавляют в резервуар С водой Откуда смесь Идет по трубам Сейчас в теплице Все автоматизировано Руслан просто Корректирует интервал подачи В зависимости от Температуры и влажности Люди Учатся в институтах По 6 лет Потом лет 10 Становятся агрономами Ну в принципе Этот путь мы прошли короче Результаты налицо Висячая клубника Растянулась на 3000 квадратных метров Почти все здесь Руслан делал своими руками От зачистки участка До сварочных работ Немец или голландец Нам не помог Это все Все мы Как бы своими силами Выстраивали Эту систему Все сварочные работы Покрасочные Монтажные Автоматика Ну Это все сделано нашими руками Трубы здесь установлены так Что не надо догибаться при сборе Так удобнее И спина не болит Ухаживать за кустами Снимать урожай Помогают местные жители Они вот эти говорят Болезнь дают другим Клубника Словня Туда клубники Вы тоже видите же Крупная Красивая Ну как ухаживаешь Вот так и урожай получается В основном Руслан выращивает клубнику Сорта альбион Это премиальные ягоды Без кислинки Я решила лично проверить Каково это собирать клубнику Стоя И заодно Попробовать на вкус Клубнику Которая выращена Таким уникальным способом В прямом и переносном смысле Просто неземная клубника Всего в теплицу Садовод вложил Несколько десятков миллионов рублей По его словам Бизнес окупается Но вся прибыль Уходит в дело Руслан утверждает Деньги для него Не главное Главная идея И сам процесс Патемат Ханабова Магомед Магомедов Новости ННТ Индирей Хасавюртовский район Это были итоги недели На ННТ Увидимся на следующих выходных Магомед Магомедов